Только главные новости дня. Далее в подробностях. Я Алексей Вихован. Здравствуйте. Назначены врагами. Скандальный ресурс «Миротворец» опубликовал новый список военных журналистов. Неусадимые. Как погоревшие на взятках мэры возвращаются в свои кресла? Мытарство Кивы. Куда решил податься экс-борец с наркопреступностью? Концы в воду. Куда исчезла дипломат-контрабандист, погоревшая на сигаретах? Непотопляемые взяточники, пойманные на горячем мэры Выжгорода и Токиевская область и Гайворона Кировоградская, жаждут вернуться к исполнению служебных обязанностей. Первый, Алексей Момат, пока только судится за возвращение в свое кресло, а вот второй, Роман Валуйко, уже в своем кабинете. О планах новоиспеченных коррупционеров в нашем материале. После громкого апрельского задержания на взятки в 200 тысяч евро и двухдневной отсидки в СИЗО, мэру Выжгорода Алексею Момату удалось найти 5 миллионов гривен залога и выйти на свободу. Впрочем, в свое кресло он вернулся только на неделю. 27 апреля Печерский райсуд отстранил его от должности. Сейчас он есть радный консультант, секретарь Минской Рады. Он помогает человеку, которая постоянно выполняет эти обязанности. То есть человек, подозреваемый в получении взятки от стройкомпании за согласование документации на возведение жилого дома, неформально и дальше руководит городом. Хотя следствие по его делу в разгаре. Более того, исполнен план вернуть себе права мэра официально, говорит Момат. Для этого и пришел сегодня в апелляционный суд Киева. Апелляцию подали мои защитники. Мы ее подали на наступный день после решения Печерского суда. Взятки не брал, денег в глаза не видел, уверяет журналистов отстраненный мэр. Более того, и человека, который писал на мэра заявление в прокуратуру за вымогательство взятки, не существует. В один голос твердят Момат и его защитник. Людина уявления не имеет про то, что он, появляется, написал на меня заявку. Людина не писала никаких заявок. Той свидетель, которого мы нашли, одно и то же прозвище, один и тот же номер паспорта, один и тот же год, число, месяц, год родственника. Но не избегается дата выдачи, оскільки там 14 лет, и органы, которые выдают. Это какая-то особа, которую никто не видел. А пока мэру и его адвокатом мерещатся двойники, обвинитель сообщает. Материалы дела областная прокуратура уже передала в антикоррупционное бюро. Поэтому присутствовать на заседании отныне неуполномочено. Посовещавшись, судьи решили, к следующему заседанию, 1 июня, хотят видеть представителя НАБУ. Вернулся к исполнению своих обязанностей и мэр Гаевра на Роман Валуйко. На прошлой неделе его задержание на взятки в 2000 долларов отчиталась военная прокуратура. Там утверждает, всего он требовал от представителя местного предприятия 5000 долларов за решение вопроса выделения земли. Суд отпустил его под залог в 400 тысяч гривен. Сотрудники мэрии подтвердили, с понедельника Роман Валуйко вышел на работу. И сегодня в графике чиновника посещение концерта Гаеврандской школы номер один. Про дела взятки мэр говорить не хочет. Вас принимали на горячине, но он не поборяй. Как вы документуете? Без комментариев. Откажите, пожалуйста, мы знаем, что суд восстановит больше 400 тысяч гривен. Без комментариев. После концерта участники вручили Валуйко сертификат. Патриот школы. Зал аплодировал стоя. Ирина Романова, Елена Брынза. Подробности телеканал Интер. А в Полтаве сегодня слушалось дело бывшего заместителя мэра. Как уверяет обвинение, Дмитрий Трихна устраивал неофициальные встречи полтавского градоначальника Александра Мамая с судьей Ларисой Гольник. Последнюю уговаривали закрыть коррупционное производство против градоначальника. Напомню, Мамая обвинили в том, что он без соблюдения процедур дал добро своей пачерице на установку торговых павильонов. После того, как сам Мамай заявил, что это судья ему требовала от него взятку, дело против него закрыли. Зато открыли против его зама Трихны. И вот сегодня на заседании обнародовали видео, снятое на скрытую камеру. На нем мэр Мамай просит судья Гольник закрыть его дело любым способом. Вот послушайте часть этого разговора. Треба просто любым путем, я так вважаю, что треба раз закрыть эту справку. Яких подстав? Ну, подставы, какие заводно. Подстава, первая подстава, ну, одна из подстав. Может, самовидвит, если вы так не хотите. Нет, это не закрытие. Даже если и признать меня в процессе виновным, но освободить от ответственности, это же меня ничего за собой не тянет. Просто это только для всех сумасшедших это раз, для прессы это два. Чтобы в ближний раз они все бегали, это и все. Новые факты всплыли и в скандальном деле о контрабанде сигарет под видом дипломатической почты. Сегодня губернатор Закарпатской области опубликовал очень интересный документ, от которого накануне украинские дипломаты открещивались. Чью вину подтверждает эта бумага, разбиралась Марина Коваль. Письмо, которое обнародовал Геннадий Маскаль, давало право пересекать границу без проверки. В документе указано, с 21 по 24 мая в микроавтобусе будут вести дипломатический груз, и контролировать его нельзя согласно Венской конвенции. Бумага подписана первым секретарем украинского посольства в Словакии Оксаной Лещишин и заверена гербовой печатью. Прикрываясь именно этим документом, муж дипломата и пытался провести через границу 60 тысяч пачек сигарет. Когда стало понятно, что через три дни после событий, после факта этого резонансного затримания контрабанды, этот лист никто не может найти, ни посольство, ни МЗС, и где так можно это расценить, как спроба спустить на гальмах, то Геннадий Москаль прилюднил, чтобы это все на официальном бланке с подписом, с гербовой печатью, с выходными данными. Сегодня утром появилась информация, якобы вместо того, чтобы расследовать этот факт, Лещишин отпустили в отпуск. И это подтвердил посол Украины в Словакии. Но уточнил, в связи со скандалом ее отзывают назад в Украину. В связи с подготовкой наказа до ее откликания и визначено точной датой, вона написала заяву и взяла четыре дни отпуска для того, чтобы оформить свой отзыв. Ей нужно сделать много вещей, сдать квартиру, телефоны, закрити розрахунки, рахунки в банк и так далее. Ей откликают назад в Украину. В украинском МИДе от комментариев сегодня отказались. Вчера дипломаты заявляли, что никакого письма, изъятого на границе и подписанного их коллегой, от правоохранителей не получали. Поэтому подтвердить причастность сотрудников Словацкого посольства к контрабанде сигарет не могут. Но заверили, проведут собственное служебное расследование. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер. На два фронта. Сменить полковничьи погоны на солдатские, уйти в АТО, а затем в народные депутаты. Бывший борец с наркопреступностью Илья Кива поведал журналистам о своих амбициозных планах на ближайшее будущее. Так что же его ждет? Новый виток в карьере или крутое пике? Подробнее Елена Митясова. Вместо свежей порции откровений, порция громких заявлений. Тепленькое место в МВД. Одиозный Кива обещает сменить на окопы передовой. Предложение министра Авакова возглавит департамент по вопросам АТО и мульстит. Но утверждает, не его это. Полковничий погоны не в счет. Простым солдатам пойдет в ряды нацгвардии. Даже рапорт командир уже написал. И все, говорит, оформляется. В одних окопах будет с бойцами батальона Кульчицкого. Взвесив все за и против, я решил уйти на повышение. А для меня повышение это окоп. Я с руками, с ногами рвусь в бой. Хорошо себя зарекомендовал. Я на войне как дома. Это здесь мне неудобно. А там я всегда свой. Я вижу себя на передовой. Там, где чистые люди, чистые правила и понятный всем противник. Впрочем, о перспективах бывший главный наркоборец не забывает. Прямо из блиндажей 17 июля Киева стартанет на довыборы в Раду. Баллотироваться будет от Херсона по 183 округу. Как военную кампанию совместит с предвыборной? Отвечает. Одно другому не помеха. Откомандируют. Я иду на фронт, чтобы победить. Я иду на выборы точно так же. Это еще один фронт. Для того, чтобы тоже победить. Я в Херсоне работал. Я в Херсоне знаю проблематику. Шли в скандальных историй, яркие интервью и острые высказывания. Язык за зубами Илья Киева никогда не держал. Напомню, одному из интернет-изданий он поведал о нардепах, о правоохранителях, подсевших на наркотики. Правда, ни имен, ни фамилий. Сострил и в адрес мужчин-волонтеров. Цитирую. Возьми автомат, приезжая на передовую, садись в окопы и сиди, а не тягайся с колбасой, раскидывая селфи в трусах. А фраза об атошниках, рука которых привыкла к автомату и завалить человека, им не так уж сложно и вовсе произвела фурор. Карьера Киева в правоохранительных органах развивалась стремительно. За 410 дней он прошел путь от лейтенанта до полковника и занял должность главного борца с наркопреступностью. Повезет ли ему в политике? Политическая креда Киевы, рвущегося в бой за мандатом, звучит неоригинально. Моя позиция, я выступаю против денег. Против денег, против коррупции. В том, что жители Херсона его поддержат, Киева не сомневается. Елена Митясова, Олег Невядонский, подробности, телеканал Интер. Миротворец не унимается. Скандальный сайт сегодня выдал на гора новый список неугодных ему журналистов. На этот раз тех, кто имеет аккредитацию для работы в России. Обнародована персональная информация сотен корреспондентов со всего мира. О новом витке международного скандала Павлина Василенко. Новый список от миротворца. 293 журналиста со всего мира. В списке уже традиционально имена, фамилии, названия СМИ и другая персональная информация корреспондентов. Адрес проживания, электронная почта и телефон. В списке 4 украинца. Одна из них, наш корреспондент в Крыму, Юлия Крючкова. То, что наши данные выложены сейчас в сеть и все эти обвинения, я считаю, что это просто предательство по отношению к тем журналистам, которые работают на неподконтрольных Украине территориях. Если ранее миротворец называл пособниками террористов, журналистов, получивших аккредитацию в так называемых ДНР и ЛНР, то сейчас пошел дальше. В немилость попали все, кто имеет аккредитацию МИДа России. Да, мы аккредитованы при МИДа России. Это обязательное условие для работы здесь, в Крыму. С некоторых пор мы украинские журналисты здесь, на территории полуострова, иностранцы. Поэтому обязаны ее получать. Это гарантия нашей безопасной работы на полуострове. В списке из САПКОР-агентства украинские новости Кристина Будко. Ее редакция уже обратилась к омбудсмену Валерии Лутковской с просьбой закрыть ресурс. Не исключают также иск к владельцам сайта. Первая реакция, конечно, была у нас сумасшедшая. Мы хотели опубликовать все персональные данные народного депутата Антона Герасченко, который стоит за этим сайтом Миротворец. С чего начался скандальный сайт Миротворец? Они опубликовали персональные данные Олега Калашникова и Олеся Бузины. В течение недели после публикации адресов жительства этих двух людей, они были убиты. До сих пор никто не найден и никто не наказан. Первый список на Миротворце появился 11 мая. После этого прокуратура Киева возбудила уголовное дело по статье препятствия законно-журналистской деятельности. Под давлением общественников, журналистов и политиков, международных и украинских, сайт решил закрыться. Но через неделю снова ожил и успел опубликовать еще два списка. В Киевской прокуратуре говорят, новых дел пока не открывали. Со старыми вы разобраться. На этой неделе будут допрашивать корреспондентов, чьи номера телефонов и адреса были опубликованы. Но ни слова о допросе куратора сайта Антона Герасченко. Публикациями сайта обеспокоены и в парламентском комитете по вопросам свободы слова. Там говорят, нарушение закона разрушит и без того шаткий имидж Украины на международной арене. Тем более в преддверии заседания о продлении санкций против России. Антон Герасченко делал определенные заявки. Разом с тем повторение, оприлюднение, восстановление работы сайта Миротворец говорит, что это не какая-то случайная акция, а это системная действия. Дия, которая, на жаль, сегодня дискредитует Украину как государство. На жаль, в Украине есть много людей, которые говорят правильные слова, патриотические слова, а фактически своими действиями, как в случае Миротворца и заявки Антона Герасченко, действуют против Украины. Мы написали запросы МИД, СБУ и МВД. Там их пока рассматривают. Но в МВД не на камеру ответили. Миротворец – это независимый от власти волонтерский анонимный интернет-ресурс, серверы которого находятся не в Украине, а значит комментировать нечего. По закону киберполиция может блокировать доступ к сайтам, серверы которых в стране. Исключительно по решению суда и в основном те, где речь идет о порнографии. Адреса и номера телефонов журналиста в открытом доступе силовиков, видимо, не очень беспокоят. Павлина Василенко, Катерина Доброгорская, Сергей Еременко. Подробности – телеканал Интер. Удалить личные данные журналистов с сайта Миротворец требуют представители ЕС. Сегодня глава представительства Евросоюза в Украине Ян Тамбинский и посол Германии Кристоф Валь встретились с Арсеном Аваковым. Призвали украинских правоохранителей расследовать публикацию данных на сайте Миротворец, гарантировать удаление этой информации и предоставить защиту тем журналистам, данные которых были опубликованы. В Запорожье напали на журналиста громадского телебачения Анатолия Остапенко. ЧП произошло утром в центре города возле его дома. Трое неизвестных в балаклавах повалили журналиста на землю и стали его избивать. У Анатолия множественные ушибы и гематомы. Сам потерпевший связывает происшествия со своей профессиональной деятельностью. Он занимается журналистскими расследованиями. Один из последних материалов был о губернаторе области Константине Брыле и его доходах. Впрочем, сам глава области уже поспешил на своей странице в фейсбуке выразить поддержку Остапенко и надежду на объективное расследование. Коллеги потерпевшего обратились к президенту Украины, министру внутренних дел, генпрокурору и главе СБУ с просьбой взять расследование под личный контроль. У меня был с собой кошелек, у меня был с собой ноутбук в портфеле, была камера, то есть, ну, это ценные вещи. Но цель была не просто побить, да, не просто что-то забрать, а напугать, видимо, я не знаю. Судить правоохранителей требуют мигранты-вьетнамцы в Одессе. За вчерашний визит с проверкой, который закончился противостоянием и, как уверяют иностранцы, разбоем людей в погонах. Взаимное обвинение сторон слушал Андрей Анастасов. Разбитые двери и мебель, все вверх дном. Вьетнамская община подсчитывает убытки. Рассказывают, вчера сюда на автомобилях с киевскими номерами нагрянули несколько десятков силовиков. Как выяснилось позже, сотрудники центрального аппарата фискальной службы и прокуратуры, и не предъявив ордер, начали обыски в квартирах мигрантов. Забежали, избили мужа, забрали все документы, все деньги, даже свидетельства о рождении детей, ключи от квартиры, от склада на рынке. Все забрали. Никто не объяснил даже причину. Вьетнамцы рассказывают, в первую очередь силовиков интересовали сейфы. Вскрывали их молотками, болгарками, забирали оттуда содержимое без понятых и протоколов. Как это было, зафиксировала одна из камер наблюдения. Мигранты заблокировали выезд из жилого комплекса, силовики пустили в ход слезоточивый газ, дубинки, даже стреляли в воздух. Вьетнамцы в ответ забросали их машины камнями. Почти все пострадавшие вьетнамцы работают на рынке и сегодня обвинили незваных гостей в грабеже. Говорят, у них похитили сотни тысяч гривен, золотые украшения, телефоны и даже элитный алкоголь. Они ромают, видят, и собрали сейфы, и все деньги. Мы сейчас не знаем, мы заплатили за воду, за коммунальные. С утрами гранты вышли на митинг к прокуратуре Одесской области. Главные требования – провести расследование и вернуть ценности. Айва! Помогите! Айва! Помогите! Мы сейчас поставим задачи своим работникам, работникам правоохранительных органов, собрать максимальную правдивую информацию по этой ситуации. Уже ближе к вечеру в Генпрокуратуре заявили, совместно с Государственной фискальной службой пресекли в Одессе деятельность преступной группы выходцев из Южно-Восточной Азии. Нам стало известно про деятельность вьетнамской диаспоры, которая полягает в проведении незаконных валютных финансовых операций, реализации контрабандных товаров, которая послуговывается послугами людей, которые используются водопадной оружием для охраны. Вы получили готовые деньги, вы получили деньги, которые, вероятно, будут подроблены, вы получили вогнепальное оружие автоматическое, в том числе автоматы Калашникова, пистолеты, вы получили значительную партию наркотических речевин. Примерно мы считаем, что это героин. В самой же фискальной службе получить комментарий по поводу произошедшего пока не удалось. Андрей Анастасов, Ольга Клюева, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Дело беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Майдане, может снова застопориться. На этот раз из-за присяжных. Все пятеро сегодня подали заявление о самоотводе. Причиной назвали низкий размер вознаграждения и большой объем работы. По их словам, за одно заседание они получают 70 гривен, и это без учета налогов. На решение проблемы с присяжными суд выделил два дня. Следующее слушание уже 27 мая. Напомню, дело беркутовцев рассматривают в судах уже больше года. Сейчас на скамье только пятеро подсудимых, остальные находятся в розыске. Виталий Касько снова в суде. Напомню, бывшего замгенпрокурора обвиняют в махинациях со столичной недвижимостью. Чем закончилось очередное судебное разбирательство в этой бесконечной квартирной саге? Татьяна Винникова. Подробнее. Виталий Касько снова в суде. Его подозревают в махинациях со служебным жильем. Пока идет расследование, Печерский райсуд назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства. То есть Касько не имеет права покидать Киев до 10 июня. Сегодня его адвокаты планировали обжаловать это решение в апелляционном суде. Начало заседания ждали около часа, но длилось оно всего полторы минуты. Касько и его адвокаты заявили, будут судиться и дальше. Кассационную жалобу на решение апелляционного суда подадут в высший специализированный. В то же время обвинения против Касько серьезные. Это мошенничество и подделка документов. По версии следствия, 13 лет назад он получил служебную однокомнатную квартиру в Печерском районе столицы, которую позже приватизировала его мать. А спустя еще несколько лет, в 2010-м, снова попросил предоставить ему апартаменты. Дали уже трешку, площадью 155 квадратов, в том же Центральном районе. Но эта квартира из списка служебных исчезла. А весной 2014-го Касько и ее приватизировал. Хотя на тот момент в органах прокуратуры не работал. Татьяна Авинникова, Никита Исайко. Подробности, телеканал Интер. Как освоить бюджетный миллион за две недели, знают в детском лагере Джерельсы в Рюминской области. Как смогли получить такие деньги и на что они ушли, выясняла Инна Белецкая. Типичный детский лагерь, бедненько, но чистенько. Готовится к первой смене. Еще в декабре прошлого года, судя по документам, работали, не покладая рук. Тогда выиграли тендер госслужбы по делам ветеранов и участников АТО. И проводили психологическую реабилитацию бойцов. Целых 13 дней. На это получили более миллиона из казны. Вот документ. Предусмотрено реабилитировать 600 АТОшников. Мы не провели оздоровление 600. Мы освоили всего 198 бойцов у нас было. Это хлопцы, которые до нас приезжали. Им нужно было протягом 40 часов провести психологическую реабилитацию. Две сотни бойцов, 40 часов реабилитации и 5000 гривен на каждого. И это без проживания и питания. Выходит, одновременно в этом маленьком помещении психологическую помощь получали 100 человек. Ее оказывали три штатных психолога и 20 волонтеров. А на что 5000-то делали? Вам калькуляцию показали. Так? Я покажу. Странно, но после двухнедельной реабилитации ни один сотрудник лагеря не сделал ни одного фото с бойцами. Вы знаете, что мы их не снимали? Кажу, как есть, не снимали, потому что я не хочу на этом пиариться. Зато есть благодарность от бойцов и их матерей. У волонтеров своя история, как проходила реабилитация в этом лагере. До меня обратились хлопцы и доносили мне то, что их обзванивала женщина. И пропонувала им прийти, нибудь то прийти реабилитацию. А в принципе пропонувала только засвечить этот факт, что как-нибудь то они проходили. И за это отримать полторы тысячи. Деякие хлопцы сказали тысячу, кому как. И таких хлопцев было много. Андрей боится то. Несколько часов назад ему сделали операцию в Киеве. Пройти реабилитацию предлагали и ему. Он отказался. Позвонил мне директор этого джерельца и предложил ему такую схему, что если не помешает вам полторы тысячи, то напишите заявление. Вы как бы будто пройдете эту реабилитацию, а вам на какой в этом счет скажете полторы тысячи этих поступок. Именно таким образом и набралось 198 согласных получить психологическую помощь. Лагерь проверяют СБУ и КРУ. В контрольно-ревизионном управлении говорят, как помогали бойцам в лагере, а писали красиво. И только. Документы на продвижение, на какие-то другие, как перерахование денег, задание транспортных послуг и так далее. Подтвердить документы, что мы, ревизоры, должны проверить, нам не надали. Комментарию госслужбы по делам ветеранов и участников АТО сегодня получить не удалось. Мы со спикером определились, но вот к интервью он подготовиться почему-то так и не смог. Инна Белецкая, Николай Василюк, Наталья Шавченко. Подробности телеканал Интер. Как минимум 7 погибших и 9 раненых украинских бойцов. Таковы печальные итоги боев за прошедшие и текущие сутки в зоне АТО. Ситуация в зоне проведения операции существенно обострилась. Стреляют на всех направлениях. Продолжит Руслан Смещук. Поселок Зайцево под оккупированной Горловкой. За последние несколько дней тут много новых воронок. А в домах и заборах свежие дыры от гранат, шрапнели и пуль. Стреляют постоянно. Под огнем и мирные жители. Большинство домов отмечены войной. Когда-то тут жили около тысячи человек. Осталось едва треть. Те, кому от войны бежать некуда. А это позиции украинской артиллерии более чем за 40 километров от линии соприкосновения. Ближе к фронту они, согласно минским договоренностям, подходить не могут. Запрещено. Артиллеристы говорят, понимают, как нужны там. Но без приказа остается только тренироваться. У нас планованы постійно заходы боеподготовки. Там расписаны, какие занятия у нас. Вот сегодня у нас проходит специальная подготовка с военнослужащими. В целом. Отпрацовываем нормативы, которые покращают не только знания, а и практические навыки. Зато боевики, не обращая никакого внимания на минские договоренности, не стесняясь, широко применяют артиллерию. За прошедшие сутки на востоке Украины погибли семь бойцов. От обстрелов трое. Двое в Авдеевской промзоне и один возле города Счастья. Еще девять получили ранения. Руслан Смещук, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Россия согласна на полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе, но только на линии соприкосновения, а не на российско-украинской границе. Так, итоги телефонного разговора в нормандском формате прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также заявил, что на размещение подобной миссии свое согласие должны дать и боевики. Напомню, телефонный разговор в нормандском формате между Петром Порошенко, Франсуа Аландом, Ангелой Меркель и Путиным состоялся сегодня ночью. Стороны согласились, для политического диалога нужно полное прекращение огня. Ранее в ОБСЕ заявили, что готовы разместить на Донбассе полицейскую миссию, если с этим согласятся все стороны. Французскую армию отправили на разгон демонстрантов. В стране из-за протестов заканчивается бензин, да и вообще массовые акции приносят все больше неудобства французам. Но правительство продолжает игнорировать недовольных трудовой реформой. Продолжит Светлана Чернецкая. Раннее утро на юго-востоке Франции. Догорающие шины и следы зачистки. Эту дорогу на нефтеперерабатывающий завод активисты блокировали почти неделю. А сегодня ночью за два часа полиция ее расчистила. В ход пошли резиновые дубинки, слезоточивый газ и водометы. Такие крайние меры вызваны критической ситуацией с бензином. Горючего не хватает по всей стране. Шесть из восьми НПЗ остаются заблокированными. Хватит, уже невозможно смотреть на происходящее. Мы приложим все силы для разблокирования НПЗ и нефтебаз. Нельзя потребителей делать заложниками ситуации. Действия протестующих уже становятся недемократичными. В поисках топлива люди объезжают все заправки. У многих горючее заканчивается просто посреди дороги. А если удается найти станцию с бензином, приходится выстаивать несколько часов в очереди. В Париже и пригородах запасы уже на исходе. Нигде нет бензина. Я очень расстроена, поскольку чувствую себя заложником этой забастовки. Но с другой стороны, я понимаю, что люди отстаивают свои права. Это уже переходит все границы. У них есть что отстаивать. Это факт, но нельзя вмешивать в это нас. Это уже какая-то неразбериха. Массовые протесты, недовольных трудовой реформой, длятся уже два месяца. Люди требуют от власти не принимать закон, по которому им придется лишиться некоторых прав и больше работать. Сотрудников станет легче увольнять и заставлять трудиться сверхурочно. Но правительство и президент настаивают на реформе. Действия протестующих они называют шантажом и отступать не намерены. Я не спешу комментировать происходящее. И это не означает, что я не закрываю глаза на ситуацию или не уважаю людей и их законные требования. Но это также не значит, что я согласен с блокированием. Считаю, это делает меньшинство. Нехватка бензина, перебои в работе транспорта, жестокие уличные протесты, еще и угроза терактов. Сейчас Франция не лучшая страна для поездок. Но уже через две недели здесь будут принимать футбольных фанатов на одном из главных спортивных событий года. И не похоже, что до начала чемпионата Европы правительству и протестующим удастся договориться. А значит, болельщикам придется ощутить на себе все неудобства, вызванные протестами. Светлана Чернецкая, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Столкновением с полицией закончился и митинг против бюджетной экономии в столице Бельгии. Акцию, в которой принимали участие около 60 тысяч человек, разрешили власти Брюсселя. И изначально она была мирной. Манифестанты требовали отказаться от экономии в сфере здравоохранения, отменить радикальные нормы трудового законодательства. Но вскоре из толпы в стражи правопорядка полетели бутылки и камни. Протестующие попытались прорвать кордон. Двоих полицейских при этом ранили. Манифестантов полиция успокаивала с помощью водометов. В Украине на низком старте большая приватизация. Сколько стратегических для страны объектов планирует продать правительство? И какие риски увидели в этом политики и эксперты? Подробности в сюжете. Старт большой приватизации объявили еще на прошлой неделе на заседании Кабмина. Всего в списке 450 стратегических объектов. На низком старте 6 обл.энерго и центрэнерго. Первым с молотка решили пустить одесский припортовый завод. Химический гигант, который производит 5-7% всего аммиака карбамида, в Европе хотят продать всего за полмиллиарда долларов. Мы не будем допускать до участия в приватизации не только российских компаний, то есть предприятия страны агрессоров, но и те компании, которые находятся в офшорных зонах. Одесский припортовый завод был вообще-то прибыльным. И в частности он оказался прибыльным по итогам последнего 2015 года. То есть государство в принципе ставит в первую очередь на продажу предприятие знаковое, и которое на сегодняшний день не приносит государству текущих проблем. Аукцион по одесскому припортовому проведут уже до конца июля. Спецкомиссии, Верховные Рады по приватизации надеются. Есть шанс, что цена может вырасти. Стартовая цена. Это не цена, по которой он будет продан. И она может перевершить и на 20, на 10, на 20, на 30%. При каких-то обставинах, возможно, и теоретично в два раза. За пакеты обленерго, за контрольные, 300 миллионов долларов. Поэтому уже, если смотрите на эти цифры, даже на стартовые, то продаж, если этот продаж будет успешным и конкурентным, то план приватизации по надходжениям может быть полностью выкинул. Однако нардепы говорят, даже стартовая цена предприятий слишком низкая. В этом году от приватизации хотят получить всего 17 миллиардов гривен. А только один одесский припортовый стоит вдвое больше. В конечном результате государству может не досчитаться миллиардов гривен. Это вопрос окончательного добивания экономики Украины. Я очень надеялся, как и многие украинцы, что новое правительство изменит курс предыдущего, вот этого правительства клептоманов. Когда заходит речь о личном бизнесе, говорят, продавать сегодня нельзя, цены маленькие. А то, что предложит всей Украине, давайте все продадим. Продавать стратегические предприятия в экстремальных условиях не рекомендуют и эксперты. Говорят, законы о приватизации нужно существенно откорректировать. Иначе это приведет к усилению монополии и не только. Всему народу в ситуации, когда она будет очень низко оценена. Это неправильно, и поэтому мы голосовали против и не поддержали эту инициативу правительства. Негативные результаты приватизации уже были в 2000-х годах, говорят эксперты. Тогда все деньги от продажи, в том числе и Криворожстали, просто испарились. И в этот раз не исключают. Полученный доход от приватизации будет направлен на проедание. Ольга Рыцарь, Геннадий Аникеенко, подробности в телеканал Интер. Вы смотрите подробности, вот что узнаете из второй части выпуска. Ударное право. Понесет ли наказание за избиение золотой ребенок главы Врадьевской райадминистрации? Озерные волны. Как глава сельсовета на Буковине безнаказанно прихватизировал водоем? Знал прикуп владелец сети бытовой техники Эльдорадо Виктор Полищук за несколько дней до банкротства банка Михайловский продал свою долю в этом финучреждении. Это более 92% акций. После чего НБУ признал банк неплатежеспособным и обвинил руководство Михайловского в проведении махинаций, по итогам которых нагрузка на фонд гарантирования вкладов выросла почти на миллиард гривен. Теперь эти махинации должны быть исследованы правоохранными органами. И если там действительно был сквант злочину, недобаленности, умисленного выведения денег из банка, тогда нужно открывать криминальное проведение по справам. Власник этого банка минимизировал риски притягивания к криминальной ответственности и продал свой банк, как я понимаю, каким-то сторонним особям. В печально известной Врадиевке новый скандал. Там сын главы райгосадминистрации сбил местного жителя. Родственники потерпевшего опасаются, что мажору удастся избежать наказания. В скандальный райцентр выехал Кирилл Ющишин. Виталий одним из первых примчался на место происшествия. Его отца, 56-летнего Николая Пузыревича, до полусмерти избили на окраине поселка Кривое озеро. Мы приехали, батька лежала, кто на Узбитии. Потерпевший в больнице, у него ушибы, открытый перелом правой ноги, рассказал, избил его сын главы Врадиевского района Иван Жасан. Мужчины вместе выпивали на поминках, после чего Жасан вызвался подвезти его домой. Пока ехали, поссорились. Пришел из машины, начал идти, обратился, сбитый, на низ мне удар по голове, он, видно, подключил меня, а дальше я очнулся. Я не помню, какие там удары были, но очнулся, нога перебита. Николай дальнобойщик. Он теперь минимум полгода работать не сможет. На 6 месяцев человек выбит со строя. Он месяц практически получается прикован к больничной койке, а потом еще идет вот этот период реабилитации. Инцидент произошел еще 8 мая, но только сейчас родные потерпевшего предали историю огласки. Опасаются, обидчик сумеет избежать наказания. Жасан Иван, с которого уже злочин, не один раз, но все время это ему приходило вот так. Батюшка откупливает. Говорю, что ты наделал? Он говорит, мне пофигу. Ты знаешь, что мой отец. Отец нападавшего, глава Врадиевской райгосадминистрации и депутат облсовета. Обещает, в это дело не вмешиваться. Моему сыну 30 лет. Он носит паспорт громадянина Украины. И за свои учения он будет отвечать сам. Отбудется следствие, отбудется суд. Пообщаться с самим Иваном Жасаном нам не удалось. В нас в полиции открыли уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Поведомление про подозру погоджено с процессиональным руководником прокуратуры. Подальше он планирует обраться за побежный захид. Пока нападавший на свободе. Если суд признает его вину, сыну Врадиевского чиновника грозит до 8 лет лишения свободы. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер. Николаевская область. Присвоить озеро, продать его, попасться на горячем и не сесть. Председатель сельсовета на Буковине мог бы проводить мастер-классы по уходу от уголовной ответственности. Чиновник погорел на взятки еще в 2013-м, но в СИЗО провел лишь несколько дней. Почему он до сих пор не за решеткой, узнавала Ольга Паломарюк. Председатель сельсовета Каменная Василий Гидора погорел на взятки в феврале 2013-го. Требовал 130 тысяч долларов у львовского предпринимателя за аренду озера в селе аж на 49 лет. При дачу предлагал еще и 2 гектара земли. Поймали чиновника при получении денег. С самого утра в апелляционном суде не протолкнуться. Пришли активисты и жители Каменной. Дело взятки рассматривали в трех судах. Председателя отпустили под залог в 114 тысяч гривен. И уже через пару месяцев он снова сидел в своем кабинете. В прокуратуре подали апелляцию. Требует вернуть чиновника за решетку. Этого же хотят и местные жители. Мы хотим таких, которые занимаются коррупционными делами, чтобы звенели с работы, чтобы люди были решены. Один из протестующих Петр Токарь. Житель села Каменная. Уже больше двух лет воюет с главой сельсовета. В 2014-м Гидора попытался отобрать у него 10 соток земли. Свой пайп Петр Константинович отстоял через суды. Но многим селянам не повезло. Они земли лишились. Сам Гидора все обвинения отрицает. Это озеро, за которое получал 130 тысяч долларов. Это вообще собственность его семьи. Сегодня заседание суда снова перенесли из-за неявки адвоката. Общественники уверены, дело затягивает, чтобы потом закрыть по истечению срока давности. И подозревают, у Гидора есть высокие покровители. И он всего лишь звено в масштабной схеме коррупционных сделок по продаже земли. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Тучи сгущаются над израильским премьером. Полиция проверяет его причастность к коррупционным преступлениям. Что совершил Нетаньяху и что ему грозит, рассказывает Сергей Услендер. Пока Бениамин Нетаньяху ведет битву за коалицию, убеждая своих политических противников присоединиться к правительству, беда пришла к нему, откуда он ее совсем не ждал. Полиция решила возобновить проверку по давнему делу Биби Турс. Биби это прозвище премьера, так что дело называется путешествие Нетаньяху. В 2003-2005 годах он много летал за границу вместе с членами семьи, а поездки оплачивали некие спонсоры. И в полиции предположили, что оплачивали они их не за спасибо. Тем более, что Нетаньяху тогда был министром финансов. И по данным следователей, эти самые спонсоры получили некие льготы, финансовые и налоговые. Кроме того, часть поезда к Нетаньяху оплатил деньгами, взятыми, что называется, из кассы. А потом их туда не вернул. Скорее всего, не идет речь о тюремном заключении, потому что сами по себе нарушения были не такие серьезные. Однако, речь идет об уголовном преследовании. И в случае, если будет доказано судом, что действительно были такие нарушения со стороны нашего премьер-министра, то, конечно же, ему придется распрощаться и с креслом премьер-министра, и, скорее всего, с депутатским мандатом. Сегодня будет опубликован отчет госконтролера по этому делу. И незадолго до публикации кто-то поделился деталями отчета с прессой. Вот, собственно, по сообщениям медиа и было решено возобновить проверку. Это пока не уголовное расследование, но вот по итогам будут решать, возбуждать уголовное дело или нет. В Израиле это совершенно обычная практика судить крупных чиновников за коррупционные преступления, невзирая на их чины и заслуги перед Отечеством. Вот взять хотя бы предыдущего премьера, Эхуда Ольмерт, а он за взятку получил срок и сидит в тюрьме. Так что дело Биби Турс, хоть и громкое, но вот беспрецедентным для Израиля его точно не назовешь. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Обострение на Мариупольском направлении. Со вчерашнего дня позиции наших военных боевики обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и минометов. Только за прошедшие сутки пять бойцов погибли. Еще один получил тяжелое ранение. Жарче всего было под Марьинкой, Красногоровкой, селами Гнутово и Павлополь. Рассказывает Станислав Кухарчук. При фронтовой Павлополь с утра пользует затишьем Красный Крест, раздает местным жителям гуманитарную помощь. Магазины здесь хоть и открылись, но покупать практически некому. Большинство жителей пенсионеры. Александру Ивановичу с дочерью этой гуманитарки хватит аж на две недели. Из-за обострения на фронте пенсию везти в Павлополь не хотят. За ней людям приходится ездить в Мариуполь. Но и это не главная проблема, говорят пенсионеры. Если день не окей, что никто не стреляет, вроде аж скучно. Или, кажется, затишье бывает буря. Сегодня ночью окрестности Павлополя буквально содрогались от канонады. Боевики открыли огонь по позициям украинской армии из тяжелого вооружения. Такого здесь давно не было. Где-то в полотенадцатого ночи. И сильно гупало. Так гупало, что огна дребезжали. С той стороны где-то бьют, в эту сторону до нас. Из тяжелого били. Такие взрывы, что в дом ходят. В очереди за гуманитаркой местные жители то и дело обсуждают ночной обстрел. Люди побаиваются, что война снова ворвется в их уже относительно мирную жизнь. До ноября прошлого года здесь, на окраинах Павлополя, шли ожесточенные бои. До сих пор об этом напоминают воронки в асфальте. И даже памятник погибшему украинскому солдату Вячеславу Комарову. Зимой этого года наша армия передвинулась значительно вперед. И сейчас здесь можно гулять, абсолютно не опасаясь шальной пули. Но вот сегодня, на теперешние крайние позиции нашей обороны, военное руководство нас не пустило. С весьма странной, как для войны, формулировкой. В связи с опасностью для жизни журналистов. Как объяснили позже, это было связано с ночным обстрелом. Во время минометного налета погибли двое украинских бойцов. Еще один был тяжело ранен. На это направление боевики подтянули тяжелую технику и сейчас тщательно прощупывают наши позиции. Проглядая тенденцию обстрелев, которые проходят по наших позициях, можно сверживать еще техника с обороной минскими домовностями. Иснуя на том боте, сам этот факт был вчера зафиксован из постережной миссии АБСЕ. Ситуация обострилась не только под Павлополем. За минувшие сутки боевики 37 раз обстреляли наши позиции. Только в зоне ответственности Мариупольской группировки пятеро погибших бойцов. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. В США вынесен приговор по делу полицейского, которого обвиняли в гибели темнокожего молодого человека в Балтиморе. Тогда, год назад, в городе вспыхнули беспорядки. Сегодня решение суда удивило многих. С подробностями наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихан Зятко. Эдвард Неррен – первый из шести полицейских, которого следствие считало причастным к гибели афроамериканца Фредди Грея. Первый приговор и первая неожиданность Неррена признали невиновным. Судья посчитал, что доказательств его причастности к гибели молодого человека было недостаточно. С этим, впрочем, не согласны родственники погибшего. Суд реагирует на это так же, как обычно реагирует на все остальное. Очень спокойно. И демонстрирует, что не собирается учитывать мнение общества. Как будет развиваться судебный процесс дальше, предсказать сложно. На скамье подсудимых еще пятеро полицейских. Ждет ли их также оправдание, покажет время. По мнению некоторых наблюдателей, первый приговор может задать тон и дальнейшим решениям суда. Однако, совсем другой вопрос, как будет реагировать улица. Год назад, после гибели Фредди Грея, Балтимор буквально взорвался. Афроамериканцу при задержании сломали шею. Через неделю он скончался. А после этого на улице вышли сотни людей протестовать против полицейского беспредела. Беспорядки продолжались несколько дней. Акции протеста также прокатились по всей стране. Власти города выплатили семье Фредди Грея рекордную компенсацию. Почти 6,5 миллионов долларов. Ждут ли Балтимор беспорядки теперь, неизвестно. Однако, очевидно, что на этот раз власти города будут к ним готовы. И сегодняшние и дальнейшие приговоры по делу Фредди Грея окажут влияние и на предвыборную кампанию, в рамках которой тема насилия полицейских по отношению к темнокожим звучит громко. И все это вполне способно привлечь на сторону Хилари Клинтон еще больше голосов афроамериканцев, столкнувшихся с несправедливостью. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала. Ужин с президентом. Барак Обама отведал местной еды во Вьетнаме. Чем почивали главу Белого дома в уличной забегаловке? Все узнаете из нашего обзора. Барак Обама отведал лапши во Вьетнаме. Во время официального визита в страну американский президент поужинал в обычной уличной забегаловке среди простого народа, но в компании известного в США шеф-повара-любителя фастфуда. В меню за 6 долларов, которое заказали гости, входила свинина на гриле с рисовой лапшой, зелень и бутылка пива. Анжелина Джоли подалась в преподаватели. Голливудская красавица приняла приглашение престижной лондонской школы экономики. Оскароносная актриса будет преподавать в Центре по проблемам женщин, мира и безопасности. Джоли посыл доброй воли ООН. Активно борется за права беженцев и выступает против насилия над женщинами в военных конфликтах. В Риме открылась самая большая выставка картин Бэнкси. В экспозиции под названием «Война, капитализм и свобода» 150 работ британского художника Граффити все представлены частными коллекционерами. Картины Бэнкси, который живет и творит анонимно, давно покорили мир. Его графические композиции по законам Великобритании являются вандализмом, но при этом продаются на аукционах за сотни тысяч фунтов. Дисней на продажу. В Лос-Анджелесе с молотка пустят вещи легендарного мультипликатора. Среди лотов игрушечный Микки Маус с подписью Уолта Диснея. А еще эскизы мультипликационных героев и мебель, за которой работал основатель анимационной студии. Организаторы планируют выручить до трех миллионов долларов. Новый дорожный знак появился в центре Стокгольма. Он предупреждает водителей о пешеходах, одержимых своими смартфонами, а потому невнимательных на дороге. Знак придумал шведский рекламист после того, как его самого, погруженного в мобильный, едва не сбила машина. Самый маленький дрон в мире смастерили в Гарвардском университете. Беспилотник в виде пчелы весит 100 миллиграммов, как и настоящее насекомое. Он может садиться на любую поверхность, прилипая к ней за счет электростатики. После приземления отключается, сохраняя энергию. По словам разработчиков, дрон может пригодиться в спасательных операциях и военной разведке. Байкеры против Харьковской мэрии. Чиновники предложили закрыть для проезда мотоциклистов центральные улицы города. Те в ответ выехали на двухколесный пикет. Лидия Калинина продолжит. У Харьковского горсовета байкерский слет против ограничения движения по городу для мотоциклистов. Так решили депутаты горсовета из-за ночных гонщиков, которые ездят на высокой скорости с переделанными глушителями, чтобы шуметь погромче. Роман возмущен тем, что в черный список попали все байкеры. Для него мотоцикл не шумное хобби, а средство передвижения. Он позволяет не всегда стоять в пробках, где-то пробираться, удобнее парковаться. И поэтому, когда у меня бывают какие-то в центре города какие-то вопросы, я использую мотоцикл. У мотоциклистов вопрос, почему гонщиков не штрафует полиция. К примеру, в Германии за уровень шума свыше 100 дБ штраф более 100 евро. А в Харькове местная власть просто ограничивает права всех без разбора. Еще депутаты пообещали, мол, на дорогах, которые попадут под запрет, поставят видеокамеры, чтобы фиксировать нарушителей. Но байкеры смеются. Те, кто устраивает гонки, кто шумит, они в основном ездят на незарегистрированных мотоциклах, в мотоциклах без номеров или с номерами какими-то другими несоответствующими. Сфотографирует этот мотоцикл камера, куда она пришлет, собственно, штраф. К протестующим спускается мэр. Говорит, если решение сессии одобрит исполком, мотоциклистам запретят ездить по улицам, где есть школы, садики и больницы. На центральных улицах вы вообще не сможете ездить вечером и до утра. На конкретный вопрос, я считаю, человек не ответил. В конечном итоге запретят полностью, наверное, нам движение. После общения с Кернесом мотоциклисты отправляются в окружной административный суд, оставить там заявление, чтобы их спор с властями разрешила Фемида. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. На этом все. До встречи в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok